Ребята, всем привет! Вы представляете, вот в таком виде через 10 минут, ну ладно, может чуть получше вид будет, но я буду встречать у себя в гостях Карину Аракелян, и мы с ней уже очень давно договаривались встретиться, поснимать. Как вообще, в принципе, так вышло, что мы с Кариной договорились сегодня снимать видео? Просто расскажу вам, типа, ой, как они договорились, кто кого позвал, рассказываю. В общем, Карине пришла посылочка из магазина, из которого недавно приходила посылка мне, и ей пришел такой же купальник, как и недавно приходил мне, и я ей что-то ответила, типа, ха-ха-ха, у нас с тобой даже купальники одинаковые, потому что у нас немного чего одинакового на самом деле, ну, как минимум, собаки, порода собаки у нас тоже одинаковая. Вот, и я ей ответила, типа, ха-ха-ха, прикол. Мы давно уже, как бы, собирались встретиться, еще до карантина, до пандемии, скажем так, мы с ней планировали встретиться, поснимать, но вот как бы не получилось. Сами представляете, наверное, из-за чего. Все разъехали, сидели, ни с кем никто не общался, поэтому, собственно говоря, и мы тоже ничего не сняли. Вот, и я ей когда ответила, она тоже мне там, типа, ответила, ха-ха-ха, прикол, ла-ла-ла, ой. И она мне ответила, типа, погнали завтра в ресторан, я там забронировала, пошли покушаем, поболтаем, туды-сюды. На что я ей ответила, что, эээ, знаешь, я в это время сплю. Ну, нет, просто я ей предложила, я говорю, давай, может, все-таки, типа, поснимаем. Пофиг на этот обед. Она хотела, чтобы мы в час где-то встретились в Брестике, в котором она вот вчера еще была, фотки там выставляла. Я могу приехать, ну, типа, смотри, мне придется рано встать, ну, как бы рано встать, имеется в виду, что для меня, ну, это рано, и у меня режим не такой хороший, как у тебя. В том плане, что для меня это будет сложнее, и я как бы могу приехать, но есть вариант получше. Давай лучше ты сразу приезжай ко мне после макияжа, закажем покушать домой. Ну, это мы сейчас решили про закажем покушать домой, но в любом случае, человека же надо чем-то покормить хорошим. Она еще на диете, но мне кажется, все Карины на диетах, на правильных питаниях. Ну, не знаю, насколько это у нее диета, но, типа, правильное питание. Все Карины худеют, все армянки Карины худеют, и я такая, ну, приехали. Я ей говорю, типа, приезжай, давай лучше у меня поснимаем, а потом пойдем лучше поужинаем. Зачем нам обед? Вот, я встала, сейчас Карина уже через 10 минут даже меньше приедет, а я вот в таком состоянии, волосы не готовы, макияж не готов. Вот, ну, что поделать, ничего страшного, пока я буду собираться, скажем так, до конца, мы с ней поболтаем. Она закажет еду, которую она хочет, которая ей подойдет. Я, как бы, могу ей предложить что-то, что есть у меня дома, но, мне кажется, вряд ли она захочет кушать колбаску. Но я все равно, конечно же, предложу. Вот, так что сейчас крашусь, все-таки будем снимать видос. Единственная проблема в том, что я не решила, что будем снимать на мой канал. Сейчас я снимаю блог, но это, типа, не совсем то, что я хотела. У меня, вообще-то, было к ней предложение снять видео, как недавно снимала Ксюша Хопман, где мы разрисовываем лица, точнее, уменьшаем их в два раза. Мне показалось, что это дикий угар, но поскольку у Карины сейчас очень крутой макияж, она ездила к визажисту, я могу понять, почему она не хочет снимать такое видео. И, в принципе, ну, как бы, я не обижаюсь, окей, вообще без проблем, потому что это такое немножко сомнительное видео, в том плане, что я даже не уверена, что у меня получится себя так разукрасить. Плюс ко всему, мы хотим вечером сходить в ресторан, и тогда придется, ну, переделать макияж, а как бы нафиг это все. Хочется просто сразу красоткой быть, снять, подигулять, фоткаться, хихикать. Пью кофе. Завтра я куплю компьютер. Я этому очень рада, потому что моему уже 7 лет, вы представляете. 7 лет, он 2013 года. Так что в планах у нас с Кариной поснимать видосики. Я буду все еще думать, что же нам снять. У меня есть, кстати, мысль о том, что, может быть, нам с ней снять этот самый мою рубрику «Тема» вместе, потому что мне часто пишут «Сними с кем-нибудь». А, она тебе минуту будет. Пойду я в таком виде встречаться. Блин, это так тупо, потому что я не успела собраться, и все из-за моего режима. Но на самом деле я считаю, что это не мой режим плохой, а ее. Ведь это она рано встает. Ладно, это шутка, конечно. В общем, ребята, рассказываю. Уже приехала Карина, мы с ней сняли 2 видоса. Один на канал ей, другой на канал мне. Сейчас Карина учит меня снимать тиктоки. Мы с ней уже сняли один. Классно, зайдите в тикток, поглядите. У нас вот такие луки. Карине дала белую кофточку, как у меня. Мы с ней сейчас воскались. Да, у нас, короче, такой инь-янь. Много болтали, познакомились вообще поближе. Поняли, что очень... Поняли, что очень похожи. Не, ну на самом деле я офигела, ребят, если честно. Как бы я не думала, что мы будем настолько похожи. Знаете, какие-то схожести, как бы манера общения, какие-то истории. Мы даже рассказываем что-то одинаково. Причем сначала присутствовало волнение. Это именно в моем видео вначале, так как мы его снимали первыми. А потом как бы я поняла, что вот прям вот мы раскрылись и начали прям вот разговаривать, 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 разговаривать. И это прям вот вообще супер. Ну класс, не знаю, у меня почему-то сразу не было какого-то волнения, наверное, потому что мы с тобой до этого были знакомы и иногда чутка переписывались, так знаешь, какие-то такие реакции давали на друг друга, на сторис. И поэтому у меня не было сильного волнения, не знаю, я сразу как-то, ну не знаю, у меня такое было ощущение, что я тебя знаю. Но все равно, когда мы увидимся как бы впервые, да, с человеком, как бы так близко, все равно присутствует что-то вот такое, как бы не то, чтобы недопонимание, а как, ну как люди знакомятся. Ну понятно, что первое время притирки вот этого. Не особо привычные, да, да, да. Вот, это круто. Очень мне понравилось с Кариной болтать. Спокойная, простая, адекватная. И я очень рада, что... Ну ладно, не буду вам скрывать, мы сняли выпуск моей новой рубрики «Тема» на мой канал. И там мы вместе, это мой первый гость в моей рубрике. И я очень рада, что получилось, потому что у нас разное мнение. Там Карина со своей колокольни, как бы так сказать, говорит свои отношения, рассказывает какие-то, что у нее было, истории, опыт. А я со своей, ну вы знаете, моя колокольня. Короче, ладно, сейчас будем продолжать снимать, потом пойдем кушать, как я ей сказала. Всем привет, ребят. Такой вот у меня застой, как это называется. В общем, последний раз, когда мы с вами виделись, это было несколько дней назад, когда я виделась с Кариной Аракеляной. Мы с ней снимали видео. И я вам расскажу, что происходило после. Но сейчас хочу показать вам комп. На-на-на. Как вы думаете, какой из них новый? Они же одинаковые. Ладно, вот это мой старый, 2013 года. Это новый, 2019 года. И, кстати, у меня Карина. И она у меня даже ночевала. Я такая несчастливая. Знаете, что мы смотрели всю ночь? Да, я как раз хотела сказать, мы будем рассказывать, что мы всю ночь смотрели? Всю ночь мы смотрели, как рожают собачки. Это было восхитительно. Я сразу представила, интересно, как же Вивочка моя рожалась. Мы даже посмотрели кесаревое сечение у собак. И у людей потом. Ну да. Но собачки, собачек было смотреть более мило, что ли. Мы смотрели разные породы, ёрки, чихуаплак, чарки. В общем, вот такая вот прекрасная у нас была ночь с подружкой. Мы смотрели, как рожают собачки. Такой у меня белый лук. Очень хочу сделать сегодня хотя бы одну фоточку просто вот, чтобы выставить в Инстаграм. Потому что реально у меня уже, наверное, неделю не было фотки в Инстаграм. Когда я приеду домой, я вам получше покажу, как вместе посмотрим, поразбираемся, сравним. И расскажу, сколько он стоил. Кто вдруг заинтересовался. Без травки было привлекательнее. Зато с травкой вкуснее. Мы приехали к Арине, и она кормит меня и себя вкуснейшим завтраком. А у меня вот. Там лосось. Ради святого духа. Нет. Зачем ты всем намязываешь своё мнение? Попробовала бы. Калина постоянно мне говорит, на, ешь, 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 пробуй это, пробуй это. С другой стороны. Ой, течёт. Ешь. В общем, ребята, этот влог полон динамики. Ой, брат, извини, я тебя такое снимаю. Мой пацан. Да ладно, это просто собранные волосы и шляпы. Посмотрите, куда мы приехали. У меня была такая идея. Я очень хотела сфоткаться в этом белом костюме, со своими белыми гномы кроссовками. Вот здесь. Мне кажется, что это очень красиво. Приехали на Красную площадь, гуляем. Там где-то Ленин лежит. Странно. Чё он там? Вот, Кариночка делает мне классные фотокарточки. Типа она папарацци, а я её не вижу. Очень стиль. Наш стиль. Хочешь, купим тебе кофе? Нет. Ты что, не любишь так? Я просто не хочу. Когда у меня появилась своя кофемашина... Ты всё равно хочешь в Старбакс. Да, но меньше, чем раньше хотела. Точнее, это даже после карантина как-то пошло. До карантина я пила кофе дома свой и ещё в кофейнях всегда, когда была возможность пила. А сейчас как будто рядом со Старбаксом и не очень хочу. Хотя, с другой стороны, лето, и я не умею делать аист кофе, поэтому кофе всё равно норм. Но горячее я бы не стала брать, потому что, во-первых, я стала пить на овсяном молоке, а здесь оно, ой, на овсяном, либо на миндальном, а тут оно какое-то не очень. Видимо, плохое используют. Ну или нет. Я не знаю, что я бы хотела выпить, это с подболгоны, башки. С подболгон. Сегодня какая-то луна. С ума сядься. Просто хочется, знаете ли, лечь. Даже не верится, что я нахожусь в центре, где вокруг меня ходит огромное количество людей, потому что у меня такое состояние, как будто я лежу на даче, на шезлонге. Такое, знаете, очень странное состояние. Наверное, какое-то давление у меня, фиг знает. А так вообще очень приятная погода, так ветерочек дует. Сейчас пойдем с Кариной еще где-нибудь погуляем. Поставили машину на парковку, что-то там 30 с чем-то рублей в час. Сумасшедшие, они берут с меня бабки. Вообще, изначально я хотела фотку такую, типа, я какая-то американская звезда, типа Билли Айлиш, которая приехала сюда сфоткаться. Но потом я поняла, что они это делают ночью, и Карина, ну как бы Карина мне это сказала, и я такая, а, ну да, блин, ладно, пофиг, я буду другой звездой, которая не боится приехать днем. Если что, реально, все звезды, которые сюда и приезжают, они здесь гуляют ночью. Вот именно с этой штукой. Я прям помню несколько звезд. Девочки, можно ли вы фотографировать для дочки? Наверное. Юлечка и Карина. Так что была очень, с одной стороны, милая ситуация, с другой стороны, немножко меня эта ситуация напугала, но я почему-то все равно пошла на уступки, скажем так. В общем, к нам подошла мама девочки, которая смотрит нас с Кариной, она видела наши сторис, что мы сейчас гуляем здесь, а ее мама здесь как раз работает, и ее мама просто идет на нас такая с телефоном, типа, девочки, можно я вас сфоткаю для своей доченьки? Ну, мы как бы записали видосик, типа, приветики, пистолетики. И все круто, очень приятно, единственное, что мы обнялись, и мы с Кариной такие, коронавирус, про себя. Ну, в общем, не знаю, надеюсь, что все будет ок. Да, поэтому, так скажем вам, если вы нас видите, подходите фоткаться, но лучше не обниматься нам с вами. Ну, да, в целом, запах. Мы просто не смогли сказать нет. Ну, да, было очень как-то... Блин. Просто сами вы должны не предлагать обниматься. Короче, да, подходите с кайфом, мы частенько в центре зависаем, с Кариной гуляем, если увидите, обязательно подходите, это будет безумно нам приятно, только без обнимашек. Единственное, что один кредит мы фоткаемся вместе рядом с Дэмой, например. Ну, слушай, вот так вот, это другое, нежели чем просто. Мы можем ведь фоткаться, не касаясь. Ну, это и для вашей безопасности. Конечно. Ну, я просто хочу пепси со льдом. Вообще-то я хочу в кино, иначе с... А, кино еще не открыто. Не знаю. Я конкретно так вообще разлюбила его. Ну, мы тоже, кстати, до того, как все закрылось, мы тоже начали реже ходить в кино, просто как-то... Я вообще говорю про фильмы тоже. Да, мы вчера с Кариной лежали, перед сном пытались выбрать фильм, не знаю, сколько по времени. В итоге смотрели роды собак. Да, это было очень интересно, я захватывала. И... ну и вот. Да, не нашли. Вечно смотришь полчаса или час трейлеры, выбираешь, и ничего. Мы со Славой так каждый день делаем, ругаемся из-за этого. Кстати, взяла у Карины по-наму, такая классная. Ну, мне просто нравится. Ну, можно любого бренда взять, вообще любого. Панама сейчас вообще тренд. Кстати, вот сейчас ветра нет и жарковато. О, наш любимый ход. У нас кроссы в один тон, только у Карины Гуча за 60 тысяч, а у меня этот... Найки нормально. Нет, у меня не Найк, это New Balance за 10, за 11 косарей. Классные. А, у него эти классные. Смотрите, ребят, очень красивые у меня тоже кроссовки. Я тоже хотела взять себе кроссовки брендовые, но, блин, знаете... Они очень быстро убивают. Денег нет. Нет, ну смотри. Я хочу всё, как у неё, даже эту панаму сраную. Отжалу у неё. Да, это дружба. Да. Да, не, я думаю, что донатят, потому что любят и хотят, чтобы, ну, типа, не знаю, у блогера были средства на существование. Во-первых, никто не пишет, ну, может, пишут, но никто не пишет, типа, на куртку или на... А я думала, смысл тогда скидываться, я просто думала, что наоборот, ты как раз-таки пишешь, типа, на что, грубо говоря, если там есть функция. Но это те, у кого денег нет, может быть. Я помню, кто-то проводил трансляцию на, типа, квартплату, что-то такое. Я бы прошлась просто, мне хочется... Я без проблем пройтись вообще, единственное, что давай куда-нибудь заскочим, чтобы взять что-то попить классненького. Да, я хочу вообще. Потому что у меня прям вообще... Я уже начинаю потеть, ещё эта шляпа, у меня башка превращается просто... Да, она жаркая. Кусок сала. Ура! Почему именно тупые песни застревают в голове, а не что-то чудесное? Нифига себе занятие. Прикольно. Ты видела? Да. Не, я знаю. Там стоит чувачок, а он просто какой-то магнитной штукой монетки собирает. Ну, типа, не знаю. Причём даже не ждёт, смотри. Сразу, оп. Мог бы хотя бы ждать немножко. Для приличия. Зачем? Там просто же, ну, люди кидают в этом месте монеты, чтобы вернуться сюда или на счастье, а он палочкой магнитной такой. Всё, у него такая классная палочка, знаешь, как трость, только внизу магнит, который как раз притягивает монетки. Как кто-то кинет, он сразу такой... Блин, ну... Такое, конечно. Ну, да. Забирает чужие желания. Чтобы никто сюда не вернулся. Собственник. Вот, мы с Кариной сегодня очень классно пофоткались. Больше, наверное, даже классных совместных фоток сделали живых, о каких я всегда думаю, мечтаю. И когда мы фоткались, мы угорали над тем, что это чисто наши 2000... Не знаю, какой, но когда, типа, нам было по 15-16, там, 14 лет. Когда мы тусили на Красной площади, делали всякие фотки тупые. Ну, как тупые, они... Тупые. Ну, да. Вот, а еще, сейчас гуляю здесь, вспоминаю, как один раз здесь я на тебя жестко... А, я на тебя орала? Конечно. Я же на тебя. А что ты говорила? Мне постоянно... Карина меня постоянно припоминает... Ну, не постоянно, но в каком-то определенном моменте может припомнить мне несколько наших, типа, ссор. Но это не ссоры, а как бы это то, что я дрянь такая. Типа, я дрянь, а она, как бы, очень расстроена. Ну, да, ангел. Вот, и одна история произошла как раз на Красной площади. Я на тебя гнала, что, типа, ты меня плохо фоткаешь, да? Ну, да, там были бесконечные ругательства в мой адрес. Ну, хватит! Я просто говорила, ну, наберись опыта, подружка, встретимся в 20-м. Может быть, ты имела это в виду? Я это имела в виду. Нет, ну, у тебя характер был, конечно, не очень в детстве. Да. Я была больше пацаном. Ну, типа, мне кажется, это все замечают. Ты была, ну, пацаном, ну, я не церемонилась, не выбирала выражения, типа, знаешь. А я была, наоборот, такой собачкой. Бобик мой. Осторожно. Но меня это устраивало. И меня. Мы сладились, сдружились. Просто... А потом Карина повзрослела, уже не хочет быть такой собачкой, я уже не хочу быть такой, типа, этой печухой. Да. Да, как красиво. Немножко поменялись. Ну, не немножко. У меня никогда не было панамки. У меня была... Когда хочешь, чтобы подруга дала тебе панамку. Ну, шучу, шучу. Но я зимнюю твое помню, это белое, ты в Лондоне плавала. Да, вот, обалдежная. Да. Сочасимая семья. Но там мне не так сильно нравилась, как эта. На самом деле, суть этой панамки в том, что она мне не нужна. Я просто хочу все, как у Карины. А, ты в Старбакс шла? Вообще-то нет. Я хочу Куку-Колу-Зеро. А я хочу Пепси. А, там есть магазин, кажется, перекресток. Подходит. Ладно, давайте встретимся, когда будет не так шумно. Сели отдохнуть, потому что, ну, жарко, устали немножко гулять. Но на самом деле, я думаю, что все из-за меня. У меня болит башка. Я только что выпила с пузомогон, запила Пепси. Хочешь забрать себе обратно? Я тебе не отдавала. Да. Ты мне дала ее поносить пока? Не отдавала. Я ее украла. Не бри, Дрян. Мне она сейчас идет, потому что у меня странно выглядят волосы у корней. Из-за того, что я спала с косичками, ощущение, что у меня грязная голова. Хотя вообще-то я ее вчера мыла. Короче. Куда мы пойдем гулять, брат? Я хочу просто гулять. Вот туда, прямо и направо. На Арбат? Покажем вам. Нет, ты че? А, там не Арбат. А че? Ты че, не москвичка? Музеон? Знаешь, где я не была? Я не была в музеоне. Была. Ой, не музеон, а этот. В Заряде? Да, да, да. Че я путаю? Ну, кстати, мы будем рядом. Мы пойдем вот где центральный детский мир, а тут направо, да? И вот там будет очень красиво. Новое построили. О, это где фоткаться предлагала? Да. Сидеть, правда, так хорошо. Но надо идти, потому что темнее скоро будет. Да. Да, нам не обязательно фоткаться, можно просто гулять, типа, и болтать. Просто так. Просто жить. Аааа. И не снимать на YouTube или Instagram. Бред. Короче, я хочу снять видосик, где буду показывать свои новые шмотки, то, что мне нравится, потому что у меня в последнее время появилось много классных вещей. И я их уже показывала детально в Instagram, распаковки какие-то, но я думаю снять такое видео на YouTube, просто показать мои любимые вещи за последнее время, новые, которые у меня появились в жизни. Потому что все-таки есть что показать. И я вот хотела спросить, вам такое было бы интересно? Потому что обычно такие ролики раньше набирали очень много просмотров. Сейчас как-то это уже всем не так интересно, наверное, в силу того, что все можно посмотреть в Instagram, в Stories. Но мне все равно нравятся такие ролики тем, что вы можете посмотреть, и, возможно, что-то вам понравится, что есть у меня. Ой, какая злая. Чем меньше сафака, тем больше нога плит. Так в общем, так что вот, пожалуйста, напишите в комментариях, хотите вы такой или нет. Я, кстати, с вами еще не прощаюсь, у нас еще весь день впереди. Хочу вам показать, как делаются самые пролайканные фотки в Instagram. Просто ставишь телефон. А же подруга не нужна. Мы скорее не так фоткнули в Красной площади. А сейчас мы ушли вот сюда гулять, вот такое местечко. Вы наверняка здесь гуляли, если живете в Москве. Тут вот можно посидеть прикольненько. Кстати, может быть, запустим какой-нибудь конкурс? Типа, чтобы наши подписчики находили те места, где мы фоткаемся, фоткались там так же, как и мы. Ну, или просто фоткались там, отмечали нас и ставили бы наши фотки рядом. А мы им ничего. Почему? Ну, репост. А что, прикольно. Кто-то зайдет, посмотрит фотки. Ну, типа, как мини-рекламка такая. А что, когда гуляешь, все равно, что плохого? Ребят, давайте. Место хорошее. Рекламируем Москву, но нам, к сожалению, не платили. Или, к счастью. Нам заплатили тем, что мы здесь родились. А, извини, ты в Октау родилась. Ну, живешь-то здесь. Лучшее место брать. Лучшее место в этом городе. А, кстати, мы поменялись кофтами. Я взяла Каринину черную, а она мою белую, чтобы мы могли разные луки, типа, делать. Это вам лайфхак с подружкой. Да. Вы всегда можете так делать. И вот у вас два лука. Вааа, это очень красиво. Мне тоже такое надо, ты же понимаешь. Я могу тебя нажимать, фоткать сидеть там, а ты просто будешь стоять, чтобы без таймера. Это ускорит процесс. Всем привет, ребята. Угадайте, куда я еду. Забейте. Вам не нужно угадывать, потому что вы и так узнаете, увидите. Ненавижу, когда тупят. Плохи. Вы меня еще не видели с моей новой стрижкой. Точнее, без нарощенных волос. Давно не виделись, да? Не знаю, зачем, но я решила немножко походить со своими волосами. Потому что у нас дома нет горячей воды, как всегда, летом ее отключают. На дней 10, чтобы там подготовить трубы к зиме, когда надо будет все отапливать. В общем, я еду делать губы. Звучит это вообще так, типа, а, фу, опять стри, ненатуральная. На самом деле, я очень давно, в последний раз делала губы. И вот я смотрела и думаю, вроде нормальные. А вроде и хочется чуть-чуть еще все-таки сделать. И если кто не знает, ну, я не пропагандирую. Но вот эта вот фигня, которую колят в губы, я бы как называю, все. Она помимо того, что увеличивает, она также дает увлажнение, питательность какую-то. В общем, просто у меня губы еще постоянно сохнут. И мне это надоело. Но на самом деле, конечно, я еду делать губы не потому, что у меня они там что-то сохнут. Но это тоже. Но изначально, конечно, просто мне уже хочется сделать побольше губы. И из-за того, что у меня новая такая вот прическа, хочется что-то как бы такое вот изменить. Я ничего не ела, конечно же. Встала поздно. Как всегда, впрочем-то, ничего нового. Но ничего, знаете, мне нормально так живется. Настроение хорошее, погода хорошая. 27 градусов. Но я, кстати, не в топиках всяких решила вот так пойти. Кстати, позавчера, по-моему, ходила на лазерную эпиляцию в Смайл Студио. Как же мне все-таки нравится вот этот лазер именно вот у них. Потому что я вам, по-моему, рассказывала, что я делала другим лазером раньше диодным. А этот другой. Он типа со вспышкой какой-то. И для этого лазера не нужен гель, проводник. Поэтому очень, конечно, нравится. Но самое главное, суть в том, что, во-первых, процедура занимает минут 20, а не часа полтора, как у меня раньше было на другом лазере. Ну и результат мне безумно нравится. Потому что, знаете, я опять просрочила. Где-то на две недели пришла позже, чем нужно. И нормально все не было такого, что вдруг все начало расти заново. Блинжарка, пипец. А еще из-за того, что сегодня суббота, с кайфом быстро доедем. Я знаю, что этот влог получился очень странный. Потому что он какой-то нецельный. Очень много разных непонятных дней, обрывисто. Ну, в принципе, и динамика тоже присутствует. Согласитесь, да? Почему вообще влог такой получился? Я думаю, что тем людям, которые следят за мной в Инстаграм, за Кариной, вам объяснять не нужно. В тот день, когда я снимала видео с Кариной Аракелян, вечером, в общем-то говоря, Лютика не стала. Я думаю, что вы знаете Лютика, конечно же. И для Карининой семьи это было огромное горе. Ну и сейчас, конечно. Ну и понятное дело, что и для меня тоже это очень-очень грустный момент. И просто я Лютика тоже знаю с самого детства. Знаете, вот сколько я знаю Карину, это лет 10-11, не знаю, столько же я знаю Лютика. То есть Лютик, наверное, появился в их семье за год-два, наверное, до встречи с нами. И просто я понимаю, что если бы не Лютик и не Мартин, которого, к сожалению, тоже уже нет живых. Мартин, он год назад, по-моему, или два года назад его не стало. Тоже Йорик такой же породы. Если бы не они, то наши семьи бы просто не познакомились. И Лютик был единственным другом у моей Вивы, как бы это ни звучало. Ну да, это правда. Вивочка у нас такая не особо с собачками дружит. Ну, в общем, из-за всех этих событий, в общем, в тот день я поехала на дачу вместе с Кариной, тоже с ее семьей. Мы поехали хранить Лютика, попрощаться с ним. Ну и, в общем, несколько дней у меня не было никакого желания вообще что-то снимать, поэтому я как-то так берусь за влог и в итоге его бросаю. Я уже доехала до Нади. В общем, надеюсь, что сегодня что-то сниму вам интересненькое. В общем, для тех, кто не в курсе, где я делаю себе губы, подбородок, то, что я делала, правда, давно уже носик вот этими инъекциями исправляла. The Last Beauty, все, я делаю только у Залины, потому что постоянно очень много вопросов, кто, что, как, куда, всегда только здесь. Я просто максимально доверяю Залине. Да не, они нормальные, конечно, но хочется больше. Вот как я выгляжу. У меня заморожены губы, углы челюсти. Сейчас посмотрит меня Залина, и мы вообще посмотрим, надо мне это делать или нет. Углы челюсти. Потому что я их делала уже один раз, ну, правда, очень давно, и реально очень давно, не знаю, мне кажется, года два с половиной назад, но давно. И я даже не знаю, вообще осталось тут что-то или нет, а может быть и осталось, но по ощущениям как будто бы, если осталось, то... И, в общем, я хочу поговорить с Залиной, ну, вообще посмотрим, надо мне это делать или нет. Также вы, наверное, заметили, что у меня лоб стерся. Все потому, что я сделала ботокс, прикиньте. Я уже делала ботокс, но вам не рассказывала об этом. Но пришло время рассказать. Делала один раз. И, может быть, кто-то это даже заметил, почему я делала ботокс, потому что летом у меня всегда вот это. Ну, и вообще, в принципе, я постоянно, у меня очень такой лоб подвижный. И поэтому я сделала. Но я думаю, что раз никто даже не заметил этого в тот раз, когда я делала, то это хорошо, потому что я не убирала полностью всю мимику. То есть у меня вот брови здесь остаются, то есть только вот большие вот такие уйдут. Сейчас мне нужно часто так сидеть. Вот. Так что вот такой вот я дед мороз. Кстати, ботокс, возможно, кто-то сейчас скажет, господи, тебе же 22 года, какой ботокс, блин. Ребят, есть процедуры, которые даже в 22 года уже надо делать, потому что если я не буду сейчас этого делать, то потом у меня просто будут постоянно морщины, даже когда я не хмурю лоб или не напрягаю. И поэтому по чуть-чуть, просто раз в полгода, там, в год делать это норм. Ну, я никого не призываю, как бы ваша, там, жизнь, да. Хочу выглядеть красиво и не ходить вот с таким лбом или вот с такими заломами. Так что, кто со мной не согласен, я принимаю ваше несогласие, но меня учить жизни не надо. Вот. В тот раз, когда я делала ботокс, мне сказали, что, типа, две недели нельзя пить алкоголь. Я очень расстроилась. И переживала, что, ну вот, теперь не поужинаю с вином и всё такое. Ну вот, тебе не поужинаю. Это непорядка. Что, если вы не будете делать? Вот. Но в итоге сейчас врач сказала, что учёные, там, профессора доказали, что никак не связано. И, типа, просто сутки не пейте вино там и бокальчик вина на следующий день и не зимой там. Я такая, ура. В общем, настроение поднялось. Где-то через две недели будет заметен прям хороший результат ботокса. Губы сразу мы увидим. Только через дня 3-4 ещё отёк спадёт и будет вообще хикарно. Углы челюсти, кстати, тоже, когда делаешь, они выглядят больше, а потом со временем меньше. Но я хочу думать прям совсем чуть-чуть просто, чтобы сделать ещё более утончённое лицо. Подвороток делать мне не надо, потому что не так давно делала его, где-то в октябре, что-то такое. В общем, сегодня у меня такой вот денёк ухода. До собой. Так интересно, какие губы получатся. Так волнуюсь, пипец. Как будто бы первый раз, потому что так давно не делала губы. Что вы думаете, как это пищевые губы. Как это пищевают. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...